всем доброе утро с наступившей весной к сожалению зима ушла у меня как любителей но все равно с весной спасибо всем трем десяткам которые смотрят этот андраундный канал вы молодцы сегодня поехали в налибокскую пущу причем не по этим популярным местам то что все изъездили но типа венца раково там заброшенный санаторий лесной все экотропы есть родник называется красный примерно 70 километров от минска короткая поляна сделали интересные деревянные мостики а можно приехать погулять никого нету свежо запах леса очень круто я это там уточиться импровизированный вход и что лучше накопать это вышка для наблюдения за вот этими замечательными животными наблюдательная вышка за бобровой плотиной ну и почему родник называется красный но вроде как пишут что где-то здесь недалеко от этого места находилась предприятие по добыть добыча красного кирпича собственно поэтому родник и носит название красный очень красиво есть места беседки для мангала но обязательно ребята не забывайте убирайте за собой в лесу не гадьте природу ну а мы двигаемся дальше вот второй медвежий угол на лебокской пущи деревня рудня пельнянская которая находится где в районе реки уса которая переходит вот в красивое озерцо и течет дальше себе в сторону минска собственно здесь находятся руины водяной мельницы из того что удалось накопать вот прям вот добыча на самом основании тут сразу видно что мощная камень кирпич Ну и соответственно после даты постройки уже при советах ее забросили, но как видим стены остались целые. Еще погодка класс, еще один такой не самое очевидное место, ручей Козелес, та же река Уса, тоже вот такое вот минимальное место для отдыха, но все просто, но очень атмосферно. Просто лавочка, природа, деревья, водичка, красота. Все это вот буквально прямо в самом сердце на Лебокской пуще. Единственное, что сюда вот и до Рудни Пельнянской только гравейка, так что будьте готовы немножко потрястись, но места того стоят. Что финальная точка нашего маршрута по непопулярным и таким не особо известным местам Беловекской пуще завершается чем? Вот, чертов камень в деревне, правильно, в деревне камень. В Беларуси очень много костелов, каких-то наших руин, замки. Но, допустим, еще одной из таких достопримечательностей относятся именно камни, которые наши предки поклонялись. Все время здесь использовались как для жертвоприношений и всего остального, связанное с нашей языческой культурой. Но, как пишут, бронзовый век. Очень много ему годиков к данному камню. Камню, ну и немножко поэзии. Почему и как с каждым камнем валуном в Беларуси связаны свои легенды. Именно что связано с этим камнем, что в данной местности давным-давно жил портной, который очень любил деньги и не соблюдал церковные праздники, обычаи, порядки. И вот как-то на Пасху, когда, как мы знаем, работать нельзя, он очень хотел заработать много талеров, и работал в Пасху, за что его прокляли и превратил его дом в камень. И, собственно, вот этот камень. И, собственно, и деревня называется теперь Камень. Вот так. Всем спасибо. Не сидите дома, путешествуйте, любите страну. Всем добра.